Скорая помощь для жителей Алла Сапогов у Стебаканского района стала действительно скорой. Раньше неотложка приезжала из райцентра, то есть за десятки километров. Сегодня люди вздохнули с облегчением. Теперь в случае необходимости медики окажутся рядом. Вся подробности у Марии Добрыниной. Не новая, но зато своя. Карету скорой помощи в Алла Сапогов передались с Устебакана. До этого пациентов, которым требовалось неотложное лечение, брали врачи местной амбулатории. Порядка тысячи вызовов за год. Для маленького медучреждения нагрузка существенная. Теперь на помощь людям будет выезжать укомплектованный автомобиль с профессионалами своего дела. И то, что работать придется в сельской местности нового фельдшера, не смущает. Машина оснащена по классу Б. Есть у нас и кислород, и реанимационная укладка, дыхательная аппаратура. С 2013 года на скорой работаю. Нравится? Естественно. Это призвание. Для жителей села открытие пункта скорой помощи – событие. До ближайшей больницы в Устебакане больше 50 километров. Иногда в экстренной ситуации врачей ждали больше часа. За бригадой Сапогова будут прикреплены несколько сельсоветов. Райковский, Доможаковский, Весеннинский. Ждать не надо, а то все время с Устебакана ждем по 30 минут, по 20, пока скорая придет. Мы сталкивались, да, сами, что скорую вызывали? Да, сталкивались вот недавно. 30 минут мы ждали скорую. А сейчас прямо радостно на душе хоть что-то у нас в селе будет. Устебаканский район, во-первых, многочисленный, то есть население более 40 тысяч. Во-вторых, это самый территориально разбросанный район. И имеющимся на сегодняшний день, на вчерашний день, двум бригадам скорой помощи, очень сложно вовремя, бывает, приехать на вызовы. Скорая помощь, которая уже принадлежит Аллу Сапогов, будет закреплена за несколькими деревнями, что значительно разгрузит Устебаканскую больницу до самой дальней точки района, до Можаков. Феджер теперь доберется меньше, чем за 40 минут. В каких условиях будет работать бригада, сегодня проверили местные власти и представители Минздрава Хакасии. Для персонала выделили комнату отдыха. Эту территорию разгрузим, потому что проблемы есть и в Чапаево, и в Райково, и в Доможаково. Численность прогноза растет население, поэтому в любом случае это на перспективу. Большое дело. Бригада скорой помощи будет не только выезжать, но и принимать на месте пациентов в амбулатории. Для этого специально выделили кабинет. Вызовы принимаются круглосуточно. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.